Всем привет! Новое видео на канале и сегодня я вам расскажу, что я в очередной раз взял на авито за совсем скромные деньги. Итак, я начинаю. Поехали! Домашний хоместайл видос. В общем-то, друзья, я вас просто держу в курсе насчет очередного приобретения. Я считаю, что выгодного вот этого красавца, RST-шный. В общем, никакой не рев. Я не знаю, что вы скажете насчет цен, потому что в регионах России они разные. Туда, ближе к Владивостоку, они в некоторых регионах очень высокие, таких как Забайкальский край. И в частности, Чита всеми любимая. Вот там вот говорят вообще какие-то неадекваты по ценам. Москва, Питер, конечно же, подешевле. Но, в общем-то, смотрите. Это у нас айфончик, RST-шка. Пробил по... Соответственно, гарантия у него закончилась. Куплен чуть больше года назад. Полный комплект, кроме наушников, вот в таком вот состоянии. То есть здесь установлено недорогое стеклышко. При этом экран видно, что не менялся. Экран у нас оригинальный. Снимаю я сейчас на Honor 10. Honor 10. Так, нажимаем кнопку. Все работает. На 32 гига по стоимости сразу вам оглашу, чтобы не держать интригу. Это 18-19 тысяч рублей. По внешнему состоянию он практически в идеальном состоянии. То есть у него нет... Он носился в чехле. Яблочко не коцнутое. Линзы у нас... Вы сейчас, наверное, не увидите. Но, в общем, они тоже практически... Да не практически, а в идеале. Здесь у нас просто какая-то пылинка. Ну и под стеклом тоже оригинальный дисплей. И в этом плане... То есть он вообще практически без каких-либо царапин. Единственная коцка, но она, скорее всего, от чехла. Она на нижней грани... Точнее, на боковой грани вот она. Есть одна вот такая вот штуковина. Но на самом деле это просто черная матовая краска у нас содралась. У меня, знаете, такое сейчас качество видео такое. Как будто я где-то на заводе пилю видос про новые, еще не вышедшие модели телефона. То есть такое замыленное. Хотя стоят настройки Full HD 60 кадров в секунду. Honor 10. В общем, по комплектации там провод, переходничок под наушники. И, соответственно, какая-то розеточка на 1 ампер. Все проверил, работает. Установлена какая версия прошивки. Сейчас посмотрим. Надо завершить об этом устройстве. У нас 11.4. 11.4 уже можно посмотреть по аккумулятору. По аккумулятору бета-версия. 92% жизни у аккумулятора. То есть телефоном практически не пользовались. Он куплен был в качестве запасного. И он просто тупо лежал у кого-то на полке. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Дорогая ли это покупка? Возможно ли его продать в какую-то маржу? То есть, чтобы даже не скрипит, не звенит, ничего. Ну, естественно, камеру проверил, симку проверил, Wi-Fi проверил. Все это дело работает. Возможно ли его продать, к примеру, за 22 тысячи рублей или за 21 тысячу рублей? Напишите, мне будет интересно. Вот такое вот очередное выгодное приобретение. На Авито можно брать. Это не какой-то развод. Но просто надо, скажем так, знать. Я при этом не торговался, ничего не делал. То есть, вот была цена объявлена. Как бы приехали сейчас, посмотрели. И как бы... И усё. Как-то так. Подписывайтесь, друзья. Подписывайтесь своих друзей. Делитесь этим роликом в своих социальных сетях. И не только. Поступайте в чат в телеграме. Вышла новая видос про Honor 10. Там участие в конкурсе принимаете. Можете выиграть Mi Band 3. Как-то так. Пишите, что... Хэштег Donald Duck. И пишите, что вы супергерой. Для того, чтобы я вам ответил. И это вообще прикольная такая затея. Так что совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин